Всем привет, друзья! Сегодня у нас вторник, 9 марта 2021 года, и вы на канале Жизнь на юге Англии. Меня зовут Галина, и сегодня у нас очередное видео, мой небольшой рассказ и о жизни в Англии, о нравах англичан. И вообще мы с вами опять погуляем по побережью, проливала Манш Инглиш Ченнел, и посмотрим вокруг, послушаем то, что я, может быть, еще вам не рассказывала. Очень много всего я рассказала вам и показала. У меня, друзья, вы знаете, на канале уже больше 700 видео, просто даже я сама представить не могу. Это за три года. Я канал свой открыла три года назад, и я очень-очень рада, что у меня уже 40 тысяч подписчиков. Я стараюсь вас не разочаровывать, друзья. Я стараюсь делать свои видео постоянно по-разному. Вы, наверное, тоже это замечаете, те, кто постоянно смотрит мои сюжеты. Мне хочется говорить вам о многом, о чем-то новом, конечно же. И вот сегодня я сделала опять такое не совсем обычное видео, и здесь буду я затрагивать, конечно же, жизнь англичан, жизнь в Англии, чем она отличается от нашей жизни. Но будет немножко построен мой сегодня видеосюжет по-другому. О зависти. Сегодня я хочу с вами поговорить об этом ужасном чувстве зависти, которая разъедает душу внутри хуже всякой черной плесени. Если поселяется эта черная зависть у человека, то она его практически съедает, вы знаете, просто губит этого человека. Поэтому для меня, например, зависть это самое отвратительное, мерзкое чувство человеческое на планете. Кто-то когда-то сказал, что зависть это то чувство, которое движет миром. Но я не могу здесь согласиться, у меня совершенно иной взгляд на это. Так вот, если мы говорим об англичанах, то здесь тоже англичанам присуще чувство зависти, как, впрочем, и все остальные чувства всех людей. Я знаю, например, многих англичанок, которые общались с моими русскоязычными друзьями и страшно им потом завидовали. Передавали эту свою зависть, рассказывали со злостью. Вот у меня одна знакомая русскоговорящая, она достигла очень неплохих здесь результатов. У нее свой бизнес небольшой. Она купила уже себе второй дом, сдает в аренду постепенно, постепенно, постепенно. И вот, вы знаете, ей страшно завидуют несколько англичанок и даже перестали с ней общаться, которые до этого с ней чудесно, прекрасно общались. И потом, когда у них спрашивают, а почему перестали общаться с Наташей, одна из них ответила, да-ка что это такая выскочка, совершенно не знает английского языка, а сама, вот, мы не могу, я не могу для своего сына купить квартиру. А она уже два дома купила, приезжая, ну и начинается вот эта вот жуткая зависть неблагодарная. Потому что чем не угодила Наташа ей, она ей ничего не перебила. И если желаешь, пожалуйста, занимайся сама и точно того же достигай. Но нет, виновата в том, что англичанка не может купить дом своему сыну, а вот ее русскоговорящая подруга смогла. Она ее теперь тихо ненавидит и даже перестала общаться. Ну, а уж по поводу наших завистниц и завистников, которые просто поедом едят каких-то своих более успешных товарок. И даже подружки есть такие, которые мужей отбивают от страшной зависти. Не мне это вам рассказывать. Я почему здесь встала, потому что ветер, чтобы не дуло в камеру, хочу вам рассказывать кое-что. Так вот, была у меня еще более страшная история. Со мной поделилась одна моя знакомая, еще там в России, когда мы жили. Вот, она рассказала, что ее мать страшно завидует и ей, и ее сестре. То есть своим двум детям, своим двум дочерям страшно завидует. И она, мать, вплоть до того, что она просто бесится, если узнает, что вот они там себе купили какую-то новую мебель. А когда ее сестра купила себе автомобиль, то мать там просто с ума сходила и постоянно говорила, что это такое за безобразие. Вот откуда им только все это валится. Наверное, воруют, потому что вот я всю жизнь проработала. Я ничего себе не заработала, ни машины, ничего. Они вот такие вот такие. Вместо того, чтобы порадоваться за своих дочерей, за их счастье, ее просто съедает страшная черная зависть. Вот вы представляете, до чего доходит. Ну и, пожалуй, уже тут даже нечего и комментировать. Об одежде. Многие обращают внимание, когда я показываю англичан и пишут мне, ой, как все плохо одеты. Никогда еще не видела в жизни, чтобы люди были так плохо одеты. Опять же, хочу пояснить свою точку зрения на это. Да, вы знаете, англичане уже давным-давно не заморачиваются. Ну вот, смотрите, девочки идут. Видите, у них беленькие кроссовочки. И это не просто так. Это сейчас мода. Белый низ, белая обувь. Очень модно. И молоденькие, конечно же, придерживаются этой моды. Остальные же ходят так, как им удобно. Здесь вы не увидите ни высоченных каблуков или шпилек. На улице это вообще, ну, наверное, будет маразм. Как у нас, например, бедные женщины в Москве. Для того, чтобы хорошо выглядеть. Да я и сама такая была, когда в Москве работала. Я одевала на высоченном каблуке сапоги. И 40 минут добираться до работы приходила вообще никакая. Ну, тогда я, конечно, помоложе была. Но все равно, зачем это так себя напрягать? Здесь людей не встречают по одежке. И никогда ни у кого не возникнет вопроса, почему вдруг ты плохо одет, почему ты какую-то куртку нарядил. Если тебе так удобно, ради бога. Люди оценивают друг друга абсолютно не по одежке. Это у нас. Я могу только печалью заявить, что в наших странах бывшего СССР, когда люди ничего не видели и любые джинсы считались просто роскошью, гонялись за какими-то тряпками, перекупали у форсовщиков, конечно же, никогда ничего не видели более-менее приличного из одежды. А все ходили как солдаты в чем-то сером, убогом, непонятном. Конечно же, нашим людям хочется одеваться получше. Это окей. И, конечно же, они еще, так как они еще этого ничего не видели, то они на это и обращают внимание. А здесь давным-давно люди уже присытились всем этим. Люди поняли, что совершенно незачем надеваться, как павлин, разнаряживаться, если ты просто вышел погулять на набережную, допустим. И уж если ты идешь куда-то на вечеринку, то тогда, конечно. Посмотрите, какие мороженые огромные у детей. Супер. А если ты просто гуляешь, вот посмотрите, в резиновых сапогах женщина сидит. Если она гуляла с собакой где-то по лесу, по грязи, то вполне нормально. Она вышла сейчас сюда, на набережную. Никогда никаких упреков. Понимаете, просто я так понимаю, что это другое воспитание. Это другой менталитет, опять же, хочу сказать. У них все по-другому. Нам даже этого не понять. И вот даже сейчас, когда вот уже спустя 10 лет я более-менее привыкла ко всему этому, я сама так хожу. И порой меня удивляют вопросы моих соплеменников, моих земляков, которые обращают внимание, что люди плохо одеты. И, кстати, наверное, последнее, что я могу здесь сказать. Я недавно посмотрела интервью с модельером, историком моды Александром Васильевым. Я, кстати, ничего о нем не знала, никогда не слушала интервью с ним. И мне человек этот очень понравился. И вот как раз он рассказывает обо всем. О том, о чем я сейчас вам и говорю. Что мало того, что в Европе другая культура одежды, но еще и то, что сейчас, кстати, новая мода. Послушайте, впрочем, сами посмотрите, кому интересно. Это Александр Васильев, тот, который ведет модный приговор на Первом канале. Модный приговор я, кстати, тоже не смотрю. Он и об модном приговоре там рассказывает. Ну, я как раз вот, когда он говорит о бедных женщинах наших, затурканных доярках, которые пришли на модный приговор и ждут, что из них сделают принцесс. И он над ними так даже немножко с издевкой рассказывает. Мне это не понравилось. Ну, впрочем, опять же, посмотрите, сами сложите свое мнение. Ссылочка внизу. О чистоте. По поводу того, что в Англии кругом чисто. Вот, посмотрите, специально вам показываю. Ни сориночки, ни бумажечки. Куда бы вы ни шли, где бы вы ни гуляли. Вот, между домиками. Обратите внимание. Ни одного окурка, ни одной бумажки нигде. И на пляже точно так же. Почему так чисто в Англии? Вы знаете, я вот, сказать по правде, уже привыкла к тому, что здесь так чисто. К хорошему быстро привыкаешь, да? Глаз замылился. А на самом деле ведь чисто. Можно сравнить, когда я приезжаю в Россию, я сразу вижу грязь, окурки, бумажки, пакеты. Какие-то бутылки валяются. Какие-то банки от пива. Ну, в общем, сами знаете. А здесь этого нет. Почему? И это не потому, что здесь убирают. Здесь, например, на этой набережной никогда никто не убирает. Нет здесь каких-то закрепленных машин специальных для уборки или дворников с метлами. Никогда вы не увидите. Здесь просто чисто, потому что не мусорят. Вот недаром же говорят. Чисто не там, где убирают, а чисто там, где не сорят. И даже то, что здесь столько собак всегда, собачников гуляет, никакой нигде какашечки, ни на пляже, на песке, ни здесь вы не увидите. А почему? А потому что всегда хозяин за своей собачкой уберет. Он ходит, если он выходит гулять с собакой, то у него обязательно есть пакетик для собачьих какашек. И он всегда соберет в этот пакетик какашки, принесет их в мусорку и выбросит. Вот это тоже по-другому. У них, наверное, даже уже и помыслить невозможно. Так что вот так, друзья. Когда мы, может быть, тоже когда-то научимся так себя вести и уважать себя, окружающих и ту природу вокруг. Об английских собаках. много раз я уже рассказывала вам об этом и возвращаюсь опять к этой теме. Ну, во-первых, удивляет обилие наличия здесь собак, что здесь практически каждый второй англичанин, он с собакой. И вы по моим видео, наверное, тоже замечали, где бы я ни гуляла, в каком бы месте я ни ходила, всегда мне встретится несколько собачек, гуляющих с собачками. Да вот и сейчас тоже в моем этом видео постоянно собаки у всех. Ну и потом, вы же знаете, что английских пород собак очень много, которые именно развели англичане. То есть они такие собачники. Помимо того, что и коты тоже у многих есть, но собаки здесь в огромных количествах. И, пожалуй, пар английских, которые имеют собак, даже больше, чем те, которые имеют детей. Так вот, меня удивляет, вы знаете, что? То, что эти собаки, какой бы породы они не были, они абсолютно не злобливые. Вот, например, ротвейлеры. Это же такая сторожевая собака. И у нас она считается довольно злобная. Потом вот этот вот, как называется, такой похож на хрюшечку. Бультерьер, вот, слава богу, вспомнила. Так вот, эта собака бультерьер считается очень злобная, специально искусственно выведенная порода, которая у нас, например, я знаю, специально натаскивается, озлобляется и используется для собачьих боев. Ставят там огромные деньги, и собаки загрызают друг друга насмерть. Вот это вот такие вот бультерьеры. И поэтому, насколько я знаю, у нас эти собаки, если они у кого-то есть, то их всегда выводят только в намордниках гулять. А здесь я много раз обращала внимание, может быть, кто-то даже и помнит в моих видео, что даже эти бультерьеры, они ходят без поводка и без намордника, просто так. И они ходят, заглядывают, и у них такая улыбающаяся довольная морда. Я как-то, знаете, даже иногда опасалась, просто бывало, что не ожидала такого, что эта собака вот такая вот дружелюбная. для нас даже непонятно. Ну вот почему такое происходит? Я много раз задавалась таким вопросом. Почему здесь собаки незлобливые? Никакие. Ну уж если говорить о лабрадорах, о Ньюфаундлендах, о всех этих терьерах, то здесь вообще собака друг человека, друг ребенка. И используется и как поводырь для слепых. То есть абсолютно собаки не злые и не злобные. Вот те же самые колли, которые помогают пастухам находить овец и загонять. Так вот, по-моему, это опять же зависит от того, как эти собаки воспитываются, как с этими собаками себя ведут все, начиная от их хозяев и заканчивая окружающими людьми. Всегда все дружелюбные, всегда все подойдут, погладят. Это далматин? Да, далматин. Далматин. Привет, мой любимый. Привет. Это она? О, красивая, красивая. Какая дочь она? 13,5 лет. О, действительно? Выглядит очень красиво. Очень молодая. Спасибо, спасибо большое. Вы любите. У нас, по-моему, ну, я не знаю, может быть, тоже такое есть, но вы понимаете, что совершенно другое отношение. И, наверное, животные, когда они воспитываются, вот именно в любви, в ласке, они не видят никакой агрессии. Никогда в жизни никто их палкой не бил, никогда их никто не ругал. С маленького даже. У них нет ответной агрессии. Хорошо ли это или плохо, сторожевые собаки, ну, вот, Доберман, Пинчер, например, есть такие сторожевые собаки, которые тоже загрызают людей насмерть. Здесь ничего подобного не происходит. Здесь собака, друг человека, всегда была и остается. Вот мое мнение такое, что, потому что эти собаки из поколения в поколение воспитываются именно в любви. А вы что думаете? Хотелось бы услышать ваше мнение. О стрессах. Я говорю опять о том, что я вижу из моих наблюдений многолетних, почему англичане живут так долго. Тоже задаемся вопросом. Вы знаете, у меня складывается такое впечатление, что англичане долго живут, потому что они стараются уберечь себя от любого стресса. Стрессы, скандалы, какие-то нервические отношения они стараются избегать либо тут же пресекать. Вот, например, как они хоронят своих родных. Они же всегда хоронят всех покойников в закрытых гробах. Почему? Потому что, как они объясняют, это слишком сильный стресс, это лишний стресс, и он совершенно не нужен, и он не поможет ни уже умершему, ни тем более ничем не поможет живым, которые пришли его проводить. Лучше, чтобы это все было пристойно, спокойно, в закрытом гробу, сказали речи. Ну, может быть, кто-то немножко всплакнул в тихомолку. И никаких вот таких вот диких стрессов, как бывает у нас, бросаются на гроб, пытаются вытащить этого покойника. Иногда, я знаю, хватают, трясут. Это ужасно, что происходит у нас. Плакать. Вот у нас так принято отпевать покойников. А как же вот слезу не проронить? Надо поплакать обязательно. Я вот здесь вот уже не согласна. Может быть, потому что я уже привыкла к другому. Я уже живу давно здесь, как вы знаете. и мне как-то больше, наверное, нравится, когда гроб закрыт и когда нет таких жутких страстей. Опять же, это только лично мое мнение. Может быть, кто-то имеет другое мнение. Я не спорю. Не претендую на истину в последней инстанции. Также проходила мимо, специально не выключила камеру для того, чтобы вы обратили внимание, сколько здесь у нас сегодня гуляющих на набережной. У меня кто-то спрашивал, почему нет людей. Потому что я стараюсь гулять там, где нет людей. Но найти можно такие места, где людей пруд-пруди. А сейчас, вы знаете, в связи с коронавирусом у нас здесь очень все строго. Локдаун, ничего еще не отменили. Единственное, что разрешается, конечно, ходить без масок на улице. Но все равно все очень строго и страшно. Поэтому я, например, не очень довольна, что здесь столько много людей. Я предпочитаю гулять как-то немножко поодаль и в одиночестве. Вот такая сегодня у меня с вами прогулка, друзья. Такой разговор. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи. Пока-пока.